Большинство обращений в рубрику «Есть вопрос, есть ответ» на этой неделе так или иначе касались дождей. Часть вопросов относилась к покосу травы, как в многоэтажных кварталах, так и в районах ИЖС. В нашем следующем сюжете расскажем о том, кто занимается этой работой, с помощью какой техники и какие участки в первую очередь попадают в руки зеленых цирюльников. Не по дням, а по часам растут в такую погоду зеленые насаждения. Трава у дома, на газонах, разделительных полосах благоухает от дождей. Но пышная прическа создает не только ощущение неухоженности ландшафта, но и влияет порой даже на безопасность движения. За дело берутся управляющие компании. В усиленном режиме работает «Зеленстрой». Более 230 гектаров зеленой зоны находятся под его попечением. В арсенале предприятия есть навесные роторные косилки, самоходки и триммеры. «Зеленстрой» работает на шестидневке с 12-часовым рабочим днём. Созданы два участка по выкашиванию газонов. Это на юго-западной части города. Здесь у нас работают шесть самоходов и 13 триммеров. И плюс на сегодняшний день, велика наша радость, к нам с вчерашнего дня пришло семь студентов. Ребята работают на триммерах, нареканий нет, хорошая производительность. На новом городе, на северо-восточной части города, у нас работает семь самоходок и 11 триммеров. Плюс на каждом участке у нас есть ещё по два мини-трактора. И плюс две роторные косилки. Всего вот этими силами мы в состоянии в течение дня произвести покос на площади 10 гектаров». Цикл одного покоса – 17 дней. С учётом обильных дождей сроки необходимо корректировать. Что касается первоочерёдности проведения покосов, то здесь есть свои правила. «На сегодняшний день приоритет выкашивания газона отдан основным магистралям города. Если взять северо-восточную часть города, это проспект Молодёжный, проспект Угарова, улица Шухова, улица Ярошенко. Ну и плюс это скверы и парки, где общественное пространство у нас обычно бывает очень много отдыхающих наших горожан». Также в приоритете улицы и проспекты Юго-Запада и Центра, где идёт основной трафик движения. Много обращений старооскольцев поступает из районов ИЖС. «Сегодняшний день уже в течение недели одна косилка на базе МТЗ-82, КРН-2.1, работает в частном секторе именно в ИЖС. В первую очередь, это и по обращению, которые поступили в адрес администрации нашего города, вот там работают данные косилки». «Зеленстрою нужны дополнительные руки». Говоря спасибо за помощь управлению образованию и управлению по делам молодёжи, зелёные строители также и сами стараются привлекать в свои ряды новые кадры. Сейчас здесь выросли тарифы и оклады, и можно заработать. Особенно, когда есть такие объёмы. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Симон Гречишников, 9 канал. Евгений Левошко, 9 канал. Евгений Левошко, 9 канал. Евгений Левошко, 9 канал. Евгений Левошко, 9 канал.